Добрый день! Сегодня 13 сентября у нас уже возникает все чаще и чаще вопрос про глифосат, что же делать, когда его нет? Я давно думал сделать подобное видео, но в принципе ничего сложного нет, вроде как само собой разумеющийся Но вопросы все время задают, и думаю лучше один раз сделать ролик, чем 20 раз ответить по телефону Смотрите, проблема с глифосатом есть, но я думаю, что это не катастрофа, никуда он не исчезает По ряду определенных причин, скажем так, с течением обстоятельств случился дефицит Естественно, любые продаванные этим дефицитом воспользовались, подняв цен Рассказывают нам про то, что китайский производитель поднял цены на свою продукцию Я верю всему, да, плюс фракт вырос Верю всему, конечно, но сильно сомневаюсь, что китайский производитель в два раза поднял цену на ДВ Вот, и фракт вырос в три раза, да, там, если стоил глифосат 3,50, сейчас он стал стоить 6,50 Неужели на 3 доллара вырос фракт, да, 20 тонн в контейнере на 60 тысяч долларов фракт Всю же контейнер стоил в Саберике 5 штук Да, ну пусть подоржал, пусть стал 10, но не 60 тысяч долларов Поэтому думаю, что это чисто спекулятивный момент Вот, поэтому надо просто, думаю, пережить этот момент, не надо нахапаться Честно скажу, у самого был момент, буквально вот еще ту неделю хотелось закупиться наперед Но потом посмотрел, какое количество денег на это надо потратить Честно говоря, жаба задавила И решил немножко подождать Позвонил в август, спросил, как у них дела с глифосатом, какие видения на следующий сезон В принципе, получил ответ, что на этой неделе будет объявлена цена уже, которая будет на следующий год на глифосат И что она не будет кардинально изменена в 2-3 раза Сказали, что приблизительно от 20 до 25% вырастет цена по отношению к цене на начало этого сезона, 2021 года То есть, то, что стоило 5,50, будет стоить, грубо говоря, 7 долларов Ну, такой ответ я получил Правда, нет, не скажу, утверждать не буду Что услышал, то вам и пересказываю Что касается сегодняшнего момента Вроде бы как, с 10 сентября должен был появиться глифосат в продаже у... Хотел быстро назвать Укровит Укровитет должен был появиться глифосат 480 И по цене что-то в районе 6,80 В Агри Вроде как, с 25 сентября должен появиться глифосат по 5,80 или 5,90 Агрохимтехнологии То есть, глифосат все равно начинает поступать на рынок В Агросоюз вроде как, с 20 сентября должен прийти там глифосат, остаток какой-то контейнер есть То есть, глифосат начинает поступать Чтобы пережить этот момент с такой ценой Я сам так пользуюсь То есть, мы берем литр глифосата Ну, у меня запасы немножко торнадо 540 и 0,05 То есть, до конца года думаю, что мне хватит Мы берем просто литр торнадо 0,05 и добавляем где-то 0,4-0,5 литра Добавляем 2,4 д Вот, почему? То есть, литр это нам для того, чтобы убрать злаковый сорняк 2,4 д, для того, чтобы усилить действие глифосата и убрать 2 доли Даже если мы там не добьемся работы глифосата, да Чтобы он проник в корневую систему Мы сожгем, по крайней мере, верхнюю вегетативную массу Сейчас пару недель пройдет Начнется снижение температур И сорняк с такой скоростью отрастать уже как бы не будет Потому что все равно он должен уходить в зиму Ну, даже если где-то и появится, я думаю, что это будет не проблема То есть, для того, чтобы добиться чистого поля при посеве Я не говорю о рапсе сейчас Я говорю именно о посеве зерновых культур Вот, и того же гороха, да Можно добавить агритокса Для гороха никакой проблемы не будет Вот, и для того, чтобы посеять зерновые и горох зимующие То есть, такой смеси с головой Если вы возьмете литр-полтора даже дорогого глифосата Там по 6 долларов, да 9 долларов глифосат Плюс где-то 4 доллара у вас выйдет 24D То есть, по большому счету, можете уложиться там В 13-14 долларов полностью обработку И закрыть этот вопрос Да, это немножко дороже, чем раньше это было глифосатом Даже 3 литра Ну, такие реалии сегодня Я сегодня увидел цену на селитру в Химагра Думал, что я ошибся 15 тысяч глиф Чего мы ждем от глифосата? Я так думаю, что производители всего и вся в мире Химии, удобрений Техники Решили отобрать у нас всю моржу, которая у нас появилась в этом году В связи с такой ценой на зерно Чтоб нам ничего не осталось Просто, чтобы вы правильно понимали С урожая этого года мы можем купить это все и положить в поле Да, не глядя на цену Потому что вроде как заработали Ну, вы должны себе понимать Что все затраты, которые вы сегодня проводите Они ложатся на себестоимость следующего года А какая цена будет в следующем году Мы этого не знаем То есть, вполне возможно, что зерно будет Пшеница будет не 280 долларов, а 150 долларов А себестоимость у нас вот такая вот Поэтому надо, думаю, что очень аккуратно к этому отойти И думаю, что есть смысл Комбинировать гербициды для того, чтобы избавиться от сорняка перед посевом Ну, или перед уходом полей в зиму, которые уходят на яровой посев Можно, если вообще нет глифосата И нет возможности его купить Ну, можно тогда уже брать граминициды Какой-то там 60% от нормы, да, применить Потому что граминицид достаточно дорогий Дорогой продукт Вот, там, если положено 2 литра Ну, дайте 0,7-0,6 И добавьте что-то против двудолки Тот же 2,4-д, там, декамба Что-то такое Ну, все, ну, поля зачистить будет нужно Ну, так, вкратце, как бы Потому что спрашивают Ну, глифосата нет, что делать Чтобы все пропало Давайте дисковать Дисковать не нужно, работать можно Ну, есть в этом году, конечно, проблемы Ну, я думаю, что это общая тенденция С повышением цен И нам к этому надо как-то более спокойно относиться И, наверное, все-таки привыкнуть Потому что, ну, были моменты, когда В моей практике Что у нас азотные удобрения В частности, селидра стоили Ну, были эквиваленты 3 тоннам пшеницы Это только азотные удобрения Было такое Сейчас, по большому счету У нас 3 тонны пшеницы Эквивалент от тонны сложных удобрений Поэтому, я думаю Ну, типа, там Какого-нибудь по-тройного суперфосфата Что-то такое Ну, надо пережить этот момент Деваться некуда Можно просто сократить количество удобрений Там От обычной вашей нормы Положите половину А там дальше, как жизнь, покажет Так что С отсутствием глифосата Я думаю, пережить мы этот момент можем Паники быть не должно Ничего не пропало Как-то переживем В любом случае Мы должны искать альтернативу Всем удачи Всем до свидания Здоровья вам и вашим близким